После рождения второй дочки Вероники Игорь Николаев стал примерным семьянином, узнал собеседник.ру. Теперь все свободное время он проводит вместе с Вероникой и ее мамой Юлией Проскуряковой. Композитор старается запечатлеть каждый новый шаг малышке. «Не могу не делиться с людьми маленькими радостями, которые происходят в нашей семье», говорит Игорь. «Народная молва у нас хорошо работает, все равно все все узнают. Недавно она освоила самокат. Причем сделала это без особого труда. Я был поражен, восхищается знаменитый дельфин. Дети обычно не знают, что с ним делать и как к нему подойти, носят на себе, волокут по земле. А наша встала, оттолкнулась и поехала. Это просто поразительно. Я сам не умею на нем ездить, кстати. Теперь она должна меня учить. Даже не знаю, в кого пошла Вероника. Скорее всего, она сама по себе такая девчонка боевая. На детской площадке устраивает огонь, вы бы видели, что она там делает. Веронику Игорь уже вводит в светское общество. Она знакома с детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Те уже в совершенстве знают французский. У дочки Николаева в этом плане успехи поскромнее. Она у нас знает несколько слов по-английски, продолжает Игорь. Пока этого достаточно. Лизе и Гарику больше лет, чем нашей. Они старше, к тому же там Макс хорошо знает французский. Он может без всякого учителя их научить. А у меня с этим проблемы. Я только по-английски могу изъясняться. Николаев уверяет, что с девочкой большую часть времени проводит его супруга Юлия Проскурякова. Правда, вскоре будет реже. Недавно она решила получить высшее образование. Юля поступила на режиссерский факультет, говорит Игорь Юрьевич. Ей очень хотелось получить такое образование, чтобы профессионально себя чувствовать на съемочной площадке. Она уже сыграла две главные роли в телевизионных фильмах. И все отметили, что у нее неплохо получилось. Поэтому поступление в институт закономерно. Мы с семьей с пониманием относимся. Сам Николаев продолжает активно гастролировать. Певец признается, на его концертах зрители хотят услышать старые хиты. И он относится к этому философски. Есть несколько ребят, Рот Стюарт, Элтон Джон, Юрий Антонов, которые пишут песни, выходят, поют их на протяжении многих лет и знают, что они всегда будут востребованы с ними. Я в их числе. Для разнообразия нужно на концерте две-три новые песни исполнить, максимум четыре. Но все равно все после этого будут просить. Давайте мельницу и пять причин. Николаев уверен, что нынешние звезды будут также востребованы спустя несколько десятилетий. Меня часто спрашивают, почему не все, кто вышел из проекта «Голос», стали большими звездами, продолжает певец. На вкус телезрителей, они все пели превосходно. Когда ты следишь за певцом или певицей в проекте, наблюдаешь за профайлами, человеческой судьбой. Зрителям это интересно. А если предлагается чисто песня, то она уже не так интересна. В нашей стране все следят за событиями в личной жизни. Хорошо это или плохо, но это имеет место быть. Игорь Николаев написал массу хитов для Пугачевой, Королевой и Аллигровой. Недавно императрица обмолвилась, что с удовольствием исполнила бы новый хит от маэстро. Но Николаев не спешит. «Мне кажется, у Иры старые песни интересные», пояснил Игорь. «Если бы вдруг мы стали новыми, то и песни появились бы. Я написал Ире больше 20 песен. Мне кажется, что я высказался по всем вопросам. Это были и смешные, и веселые, и трагические песни. Эти направления потом использовали другие композиторы после меня и продолжают это делать. У Иры много новых песен, у нее нет проблем с репертуаром. Если писать что-то новое, то надо что-то придумать про нас. «Миражи», старый знакомый, мы все время пели о себе. Пока такой темы нет. Но если она появится, то будет большая песня.